вот это поддон от автомобиля вас переднеприводного двигатель называется вас 21 11 и вот здесь на этом поддоне установлена прокладка видите прокладка установлена и под нее под прокладку налеплен герметик вот меня у меня есть видео на моем канале в плейлисте ремонт автомобиля вас как я вместо вот этой прокладки просто мажу герметиком здесь ну естественно аккуратно это делаю посмотрите видео в конечной заставке этого видео я постараюсь ссылку дать на это видео и мне говорят что от ты намазал герметиком его выдавить вовнутрь и он забьет масляную систему так вот смотрите вот она прокладка вот эта прокладка и и скорее всего намазали герметиком не потому что она хорошо держит а потому что когда зажимают через определенное расстояние может где-то что-то согнулась может быть прокладка просто прилегает то есть герметика попадает я думаю не меньше а больше чем если бы аккуратненько намазать герметиком дать ему просохнуть и задавить что я всегда и делаю так что вот такой поддон у вас вас 2111 двигатель поэтому я здесь уже начал его срезать эту прокладку видите под низом везде герметик этих в ямках надо еще будет выправить поэтому ничего страшного если я вложу герметик там не пишут и всякие разные придурок и все такое что типа чё ты без прокладки да так нельзя но это я считаю диванные критики которые никогда не делали не ремонтировали автомобиль вот смотрите ребятки ковырял ковырял а я думаю еще буду ковырять два часа что-то мне это уже начала подтряхивать от этого поддона прикрутил я его вот так вот саморезами видите он теперь практически не болтается теперь я хочу попробовать вот таким вот способом вот такой щеточка сейчас покажу как я уже показывал все снял здесь все почистил так как я производил и другие работы в частности установку и снятие шкива установку сальника коленвала вот и тут как бы немножко пыли налетела умышленно не ставил поддон раньше чем установил сальник коленвала ну мало ли чё вдруг что-то понадобится упадет сюда еще что-то вот поэтому очередной раз очищаю тряпочкой все это дело сейчас буду сюда установить мало масло приемник ну и собственно сам поддон приемник который еще буду устанавливать видите тут уже до меня его смазывали герметиком прокладка превратилась уже такую хорошую пластмассу вот ее надо срочно менять герметика здесь должны быть по минимуму видите прокладка просто ломается машине уже больше десяти лет и мы никто не менял до этого сейчас попробую поставить другую прокладку устанавливаем маслоприемник все-таки я немножко намазал его герметиком сейчас предвижу кучу критики критикуйте диванные критики пожалуйста критикуйте так вот он входит на место критикуйте так вот он входит на место и и и и и и и одно отверстие не совпадает потому что здесь резинка я считаю немножко толстовата и сейчас я попробую опа поджал отлично эти и отверстие сразу совпало значит маслоприемник крепится на три болта сами болты на 6 ключ которым они заворачиваются на 10 взял я вот такой длинный гибкий удлинитель шуруповерт у меня стоит на 7 ньютон закрутил я считаю нормально ну для контроля еще пройду накидным ключиком на 10 все-таки чугунные можно ньютон на 18 затянуть не дай бог во время работы все это дело открутиться от вибрации все теперь устанавливаем сам поддон а нужно вот отсюда лишнее убрать вот это дело все лишнее убрато убрано теперь все таки долгожданный поддон поддон был прикручен вот на вот эти вот болтики не видите на кончиках у всех практически герметик то есть они посажены на герметик для чего непонятно вот ну все таки стоит их помыть такую чашку обработаю это не распоритель его из перелески один к одному примеру так 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 почистил я все болтики составил их сюда под машину под автомобиль вот они теперь так красиво выглядят ну и перед самой установкой обязательно перед самой установкой продую каждое из 16 отверстий потому что если там вдруг окажется грязь можно при неправильном затягивать ну то есть давить ни на что не обращая внимания можно даже сорвать резьбу а это нежелательно сам поддон я уже показывал как готовил к установке то есть вот этот герметик у меня уже лежит на этом примерно пару дней то есть он абсолютно высох это я еще сдул пыль и сейчас прям тоненьким-тоненьким слоем пройду еще раз герметиком я думаю я думаю ничего вовнутрь не потечет как некоторые переживают еще раз нанес я тоненький слой герметика прям тонюхонький притонюхонький сверху того который высох ну и все минут через 10 сейчас немножко подсохнет буду ставить так герметик подсох и начинаем установку вот видите этот маслоприемник так герметик по углам я видите прихватил теперь нужно наживить все болты затягивать каждый болт не нужно нужно сначала все наживить потому что немножко если в сторонку уйдет чуть-чуть подтянул наш поддон чуть-чуть идет в сторонку и все и мы будем мучиться наживлять все болты я наживил теперь можно затягивать затягиваю я первый раз ну примерно на 7 ньютон так на раз затянуто ну пусть теперь стоит как говорится подсыхает чуть попозже я затяну еще ньютонов на 15 и все на этом установка установка поддона закончена всем кому нравится ставьте лайки пока да забыл сказать что здесь защита маховика и зубчатого венца от грязи вот такая штучка но здесь вообще три болта один два три должен заворачиваться но завернуто было на два потому что один болт сорван забыл сказать что вот эту защиту маховика и зубчатого венца нужно ставить только после того как хорошо протянете ну как положено не хорошо а как положено поддон не забывать сразу про пробку надо затянуть ее потому что вот так вот поставите был у меня случай потом масло уже залил и поехал а она постепенно от вибрации раз и отошла поэтому необходимо затягивать сразу ключ на 17 ну у тебя поблизости головка была решил подтянуть подтянул как бы тоже не усердствую сильно ну ньютонов на 25 кому интересно все с поддоном я закончил субтитры субтитры